Сегодня хотелось бы поговорить о делах наших внутренних, а то только дурак не критиковал власти Армении, но что делается диаспорой за пределами Армении, об этом пытаются умолчать, ведь диаспора и Армения с Арцахом это единый организм, а раз единый, то будьте добры и мзды получать время от времени, чтобы жизнь медом не казалась. Особенно в то время, когда мы массово недовольны Пашиняном и компанией. И обращение мое на этот раз касаться будет армян России, в частности Москвы, так как Россия огромная страна и каждую область и край могут в корне отличаться от состояния общины в соседней области. В этом случае самой здоровой армянской общиной России, на мой взгляд, является Ново-Нахичеванская армянская община Ростова-на-Дону. И она лидирует уже много лет, абсолютно по всем показателям. А самой нездоровой – Московская. Конечно же, если бы речь шла о Пензе, Тамбове или Великих Луках, то я бы не проводил параллели и не раскрывал бы эту тему. Однако речь о Москве, о голове. А рыба, как известно, гниет с головы. И если армяне Москвы начинают загнивать, то это чревато. Смерть головного мозга означает. Это означает конец всего. А потому прислушайтесь к моим словам и меняйте тактику поведения и видения. Да и владыке нашему архиепископу Езрасу надо бы подумать о месте своего престола. Перебраться из Москвы в Ростов-на-Дону. Ну, во-первых, потому что в Ростове община продвинутая. Во-вторых, наш экзарх называется главой российской и Ново-Нахичеванской епархии. Не московской, а Ново-Нахичеванской. А Новая Нахичевань где у нас? Верно. Это Ростов-на-Дону. Впрочем, это не мое дело. Я лишь предложил. А вот что мое дело точно, то это следующее событие. Днями ранее генеральный директор ВДНХ Сергей Шагуров вручил почетную награду генеральному директору павильона Армения Артему Мусаэляну и поблагодарил за вклад в развитие выставки. Конечно, награда это всегда приятно, безусловно. Особенно, когда она заслуженная. Особенно, когда она находит своего героя. Вот у меня есть единственная награда в виде медальона. Это от Волгодонского морга. Как-то много лет назад я написал в газете «Московский комсомолец», в каких жутких условиях работают патологоанатомы Волгодонского морга, где даже холодильных камер не хватает, а те, что есть, выпуска 1983 года, а то и того раньше. Вот после публикации морг оснастили необходимым оборудованием, а мне вручили поощрительную медаль. Это моя единственная награда в виде медали. От морга, но приятно. А приятно ли Мусаэляну за внимание к его персоне, которая наплевала на свой павильон под названием Армения? О каких таких выставках вообще идет речь? Чтобы вы понимали, о чем я скажу как есть. Павильон Армения в Москве один из старейших. Как, впрочем, ряд зданий по всей Москве, возникшие в этом городе еще в царские времена, посольство Армении в Москве тому пример. Это не просто здание, а историческое здание, имеющее историческую ценность. Что касается ВДНХ, то над созданием ВДНХ трудились сто лет назад десятки самых лучших архитекторов, в том числе армянских. Один из них был и архитектором станции метро ВДНХ Иван Гохарь Хармандарян. Первый павильон Армянской СССР был открыт на ВДНХ в 1939 году, аккурат под открытие самой ВДНХ. Его архитекторами были Кару Алабян и Самвел Сафарян. На то время Алабян был не только самым маститом архитектором Москвы, но и возглавлял Союз архитекторов СССР. Чтобы было понятливее, гению Алабяна принадлежат здания Центрального академического театра Российской армии в Москве. Далее Вестюбюль станции метро Краснопресненская, открытое в 1952 году, ну и так далее. Так вот, павильон Армения был одним из красивейших, обделанный туфом. Внутри был огромный аквариум с обитателями, сиванской форелью, как говорят. Весь павильон имел национальный орнамент и передавал армянский дух в столице СССР. С 60-х годов прошлого века власти решили переделать павильон Армения, и с тех пор он как только не назывался. И павильоном пищевой промышленности, и павильоном здравоохранения СССР, и павильоном здоровья. По сути, тогда, в далеких 60-х годах, и закончилась армянская эпопея павильона Армения. Вновь она зародилась только в 2011-м, и не в своем историческом здании, не в своем амплуа, а в павильоне Сибирь, который сейчас называется Армения. Но понятное дело, московские армяне не виноваты, что павильон исторического здания Армения обрел здоровье, а холодная Сибирь стала теплой Арменией. Тут вопросов нет. Вопрос в другом. Как его эксплуатировать? Судя по тому, что сейчас там в павильоне происходит, руководители павильона Армения не совсем понимают главное предназначение веренного им здания. А в нем нет ни культуры, ни искусства, ни армянского духа, в нем нет ничего. Сплошной та штучь с перспективой ресторана шаурмяне. Здравствуйте. Я адвокат Рубен Киракося. Знаете ли, что за здание за моей спиной? Я сейчас нахожусь на ВВС, это Тульсу ВНХ. Это здание 1932 года постройки. Здание называется Павильон Армения. Да, это настоящий, прежний, аутентичный, как говорится, Павильон Армения. Из армянского духа с орнаментами армянского методизика. Автор павильона сам Карл Аладжан, известный советский центр, главный центр города Москвы в свое время. Панно на сценах этого павильона было организовано самим маркировым царяном. Это были огромные росписи, святые на Арараске Долины и Гарри Арараске. Это тоже Павильон Армения. Легический Павильон Армения, хорошо известный орган от Москвы. Здание в 1932 году было передано Республике Армения, первой республике СНГ на территории Новой России, где получили, например, французские подарки, совершая год в прекрасных условиях, почти безвозмездно. Павильон был предоставлен для объектов, где должны были проходить торгово-источные мероприятия, где должны были быть объекты армянской кулинарии традиционных. Многие годы Павильон отглавлял Тарена Соян, известный инфектора этого павильона в свое время, который делал все, чтобы в павильоне были армянские бренды, и не только кулинарные, и астрономические. Это был павильон армянских смартфонов, известных айфонов. Был известный магазин «Армбук», увы, сейчас всех неизвестно, не знаю про то помещение, но сейчас очень узкий спектр товарной номенклатуры здесь представлен, и вообще армянские бренды, к большому сожалению. Армения более богато представлена сегодня в мире, чем в этом павильоне, своим товарной номенклатурой вообще в Москве. В 2018 году лучшие тревожные сигналы появились у правительства Москвы, департамент международной политики и МИД Российской Федерации, в Украине Санкт-Петербурге, относительно того, что некто пытаются вывести это здание из подвески полуславных правительственного соглашения, и коммерческими намерениями. В период действия работы бывшего посла из Украины Российской Федерации были сделаны попытки, действительно это здание придаст некий коммерческий оттенок, не с не армянской стороны это дело, а с российской стороны. Здание было передано в свое время некому ООО «Армбук» и еще так далее, по сути, армисту в году, которое должно было бы стать сомператором этого соглашения. Что случилось в 2018-2019 году, нам неизвестно, я направлю сейчас адвокатский запрос в Росрегистр и хочу выяснить, кто сейчас является арендентом этого объекта, является ли он сейчас введен ли в действие этого соглашения. Если выяснится, что нет, то это здание выведено за пределами этого соглашения, это тревожный, очень тревожный сигнал. Я желаю новому послу, который сейчас ответил с обязанностями, разрешить в пункте цех вопросов, потому что нам надо быть очень ответственным объектам национального достояния армянской в Москве, объектам, которые есть такие, как павильон Армения, как Балжио-Ваганковское плавбище, кинотеатр Геева, сейчас идет разговор о восстановлении павильона Армения на территории порты Борькова, памятники много армянских в Москве и так далее. Вероятно, сегодня есть смысл все эти объекты вывести из какого-то ведомственного подчинения и создать некого единого оператора армянского культурного достояния в Москве, который бы полностью оперировал этим объектом и наполнял бы культурную жизнь в нашей Москве полноценной жизнью. Не абрикосами и прочими явлениями, а полноценными познавательными мероприятиями, какими-то вечерами армянских ремесел, учебными мероприятиями, образовательными, фильмами армянскими, с книгами, чтобы жить кипело. Увы, и, к сожалению, сейчас этого нет. Мы будем следить за судьбой этого объекта и за всеми именно объектами в Москве в смесье с армянской культурой посетительским объектом Арарат. Потому что нельзя допускать с такого, как случилось с лучшим павильоном. Уже не поддержит нам. Поэтому вот такая картина, друзья. Я хотел вам дарить эту информацию о правовом ключе. Вадим вам слово. Может, вы покраснеете от стыда, но я замечу, ибо не могу этого не сделать. В нескольких метрах от павильона Армении открыл свой павильон Азербайджан. Любо-дорого смотреть. Мой респект. Вам, армяне, не стыдно? Вы были там у них? Наверняка были. Страна, которая свою первую государственность обрела сто лет назад и столько же лет назад образовался сам как народ, имея сборную культуру всех народов региона, представила в своем павильоне музыкальные инструменты Ирана и Армении, представленные за азербайджанские. Ковры свои, чужие там. Читальные залы, где среди прочих персидских и туркоманских низами и насими масса антиармянской литературы. А чем заняты вы, получатели медалей? В павильоне Армения, кроме как пожрать и выпить, больше ничего нет. Пожрать, выпить, заработать. Погай музу. Погай ги че. Эли, эли. Ельбек пай тейлу. Вам не стыдно? Был единственный стоящий книжный магазин в павильоне, где можно было приобрести армянские книги. И тот закрыли. Потому что вам мало места для столиков, чтобы пожрать. И чем больше столиков предложите едокам, тем больше заработаете. Так? Народ, который один из первых начал писать книги, печатать книги с изобретением печатного станка. Вы заменили книги на абрикосы, гату, коньяк. Между тем, могли бы действительно заняться выставкой и ознакомливать москвичей с культурой Армении, выставлять народные промыслы страны, чем бы и умельцам из Армении могли бы помочь заработать. Выставлять наши инструменты, искусство наших мастеров, открыть читальные залы, чтобы москвичи и гости столицы могли ознакомиться работами Ягишея, Агатангелуса, Олумпиана, Симеона Ляхацим, Хитара Гераци и прочих. Можно проводить интерактивные выставки истории Армении, ее литературы, ее народа, истории армян Москвы. Она очень богатая история армян Москвы. Неподготовленные москвичи даже не знают, что армяне в Москве историческое население. Они были при Иване Грозном, при взятии Наполеона. И чем история армян Москвы связана с этими историческими персонажами могли бы они узнать? Узнали бы, как возник район Леонозово, Люсиновская улица, Армянский переулок и еще двух десятков армянских топонимов Москвы, имеющих впечатляющую историю. Понимаете? А вы на шашелках и абрикосах все сидите там. В кого вы превращаетесь? Вы понимаете, что вы предаете труды предков? Одни армяне сидят и защищают русский мир, другие армяне единой хавкой живут. Между тем, те, у кого ни истории, ни культуры, ни языка аутентичного, выдают чужое за свое и побеждают на информационном пространстве. Вот вы все богом прикрываетесь. Строите там хачкары, храмы имени себя или своих детей. Но остановитесь и подумайте на минуту, задайтесь вопросом, почему вы, армяне, постоянно надеетесь на бога, а бог на вас уже давно не надеется. А все потому, что амбиции вы ставите превыше всего и даже того же бога. По сути, вам наплевать, что будет завтра с вашим народом. Вам важно, что будет завтра с вашим потомством. Но уверяю вас, у вашего потомства не будет будущего, если не будет вашего народа. Так что, армяне Москвы, начинайте с себя прежде, чем пенять на кого-либо. В том числе на Пашиняна, мною тоже ненавистного.